Где-то вдали от всего спрятано маленькое королевство, в котором живут эльфы и феи. Все его обитатели очень-очень маленькие. Я эльф Бен. А я принцесса Холли. Давайте играть. Нас подожди. Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке. Вылазка! Привет, Бен. Привет, Холли. Ты готова идти на вылазку? Да, конечно. А зачем вы взяли апельсин? Чтобы отпугивать гномов. Как говорится, чтобы отпугнуть гнома, возьми апельсин из дома. А зачем их отпугивать? О, гномов на вылазку брать не стоит. Они говорят, 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 говорят. Да, гномы похожи на эльфов. Вовсе не похожи. Гномы прожорливые и скучные. И они говорят, 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 говорят. Поглядите на время. Нам давно пора идти. Пока, мама и папа. Пока, няня. Пока. Не скучайте. И берегитесь гномов. Не волнуйтесь, у нас есть апельсин. Наш план таков. Раз. Разбить лагерь. Два. Повесить белье. Три. Развести костер. Четыре. Пап, мы на отдыхе. Попробуй расслабиться, мистер эльф. Я стараюсь, миссис эльф. Мы пришли. И я пи-доби-дуба. А мы устроим танцы? А петь мы будем? Мы не будем танцевать и петь. Будем отдыхать. Вот палатка. Хотите, я поставлю палатку с помощью магии? Холли, лучше бы тебе не использовать магию. Не забывай, это эльфийский лагерь. Эльфы ходят на вылазки уже сотни лет. Мы ставим палатки с закрытыми глазами. Ух ты! Вот, готово. Ура! Прелесть. Теперь можно отдохнуть. Да, и это значит, что нам пора поработать. Поработать? Следующий пункт – повесить белье. Но мы же только что пришли. И почему вы развешиваете белье здесь? В палаточном лагере всегда должно быть чисто. Я порежу апельсин. Миссис Эльф, как апельсины отпугивают гномов? Своим запахом. Гномы ненавидят запах апельсина. О! Вот. Гномы не придут. Далее по списку собрать для костра хворост. Тут есть веточки. И здесь тоже. Ну все, этого хватит. Здравствуйте. Гном! Можно я посижу с вами? Эм, ну... Спасибо. Я пробуду недолго, недельку-две. О, нет. Но как же апельсин? Да, я бы не нашел вас, если бы не этот ароматный апельсин. Но гномы их ненавидят. Обычно, да. Но я сижу на сбалансированной диете. Если я съел десять тортов и двадцать запеканок, мне обязательно нужно закусить фруктами. Эх... Разведем костер. Как вы это сделаете, мистер Эльф? Потру одну палочку, а другую. Вот так. Эх... Эх... Нужно тереть их друг от друга быстрее. Эх... Эх... Ежели не возражаете, я расскажу вам один интересный факт о палочках. Эх... Палочки растут на деревьях. Удивительно, правда? Хе-хе-хе-хе. О-о-о! Сразу стало так тепло. Это потому что огонь горячий. Хе-хе-хе-хе. Я хочу есть! Я тоже. Не может быть. Я сегодня почти ничего не ел. Я скушал лишь десять тортов, вагон чипсов, тридцать пирогов... Ого, как много! Один бисквит, сотню сосисок и апельсин. Вы же говорили, что на диете! Хо-хо! Ну да. Кое-что мне есть нельзя. Это деревья, камни и еще телевизоры. Но ведь их никому нельзя есть. Что? Вы тоже на диете? Не думал, что она такая популярная. Что на ужин, миссис Эльф? Пирог с луком и сыром. О-о-о! Покорно благодарю! Как вкусно! Да, восхитительно! О-о-о! Чудесно! Что это? Это сова! У нее такие большие глаза! Не желаете ли вы узнать один удивительный факт о совах? Э-э-э... Полугаю, это да. Сова на самом деле птица. У нее большие глаза, чтобы хорошо видеть. Шесть часов, пора спать. Ну! Я потушу костер. Может, пусть горит, чтобы сова не замерзла? Опасно оставлять костер без присмотра, Холли. Это верно. Спать не лужись, пока горит костер. И спать не лужись, если на голове морковь. Вот умора! Бен, Холли, идите-ка в палатку спать. Мистер Гном, вам уже пора домой. Но мы веселимся! Эльфийский лагерь не место для веселья. Мы ложимся спать в шесть, а не посреди ночи. Ху-ху! Я знаю одну песню о середине ночи. Хотите ее послушать? Нет! Полагаю, что это да. Посреди ночи всегда светит ярко звезда. Ринки-динки-ду, ринки-дит-ли-ди, диби-ди-би-ди, дубле-ду-бле-ду. А теперь все вместе. Ринки-динки-ду, ринки-дит-ли-ди, диби-ди-би-ди, дубле-ду-бле-ду. Вам пора спать! Мы очень рады знакомству, мистер Гном. Но теперь мы хотим немного поспать. О, да! Хороший сон очень важен! Ринки-динки-ду, ринки-дид-ли-ди, диби-ди-би-ди, дубле-ду-бле-ду. Ринки-динки-ду... Хватит! Хватит! Не хотите, чтобы я пел? Да! Прошу вас, уходите! Хотите, чтобы я ушел? Да! До свидания! Хо-хо! Доброй ночи! Увидимся утром! Ха-ха! Он такой смешной! Он глупый! Да, он глупенький! Ха-ха-ха-ха! Всем доброй ночи! Доброй ночи! Доброй ночи! Это Гном! Он вернулся, чтобы съесть наш завтрак! О, это крот! О, он ест наше белье! Брысь, брысь! Уходи, крот! Принцесса Холли, вы часом не знаете заклинания от кротов? Простите, мистер Эльф, не знаю. О, боже, думай, мистер Эльф, чего боятся кроты? Привет! Ура! Да, да. Кроты не любят гномов. Не знаю, почему. Э-э-э, спасибо, мистер Гном, что, э-э-э, спасли наш лагерь от крота. На здоровье. Что на завтрак? Крот съел всю еду. О, нет. Доброе утро. Няня Плам! Как прошла ночь? Чрезвычайно странно. Мистер Гном заявился, и он любит апельсины. И мистер Гном нам смешную песенку спел. Ринки-динки-ду. Потом сюда пришел крот и съел наше белье и всю еду. И нам теперь нечем позавтракать. Да, я знала, что этим кончится. Поэтому я прихватила волшебную корзину для пикника. Завтрак на всех, корзинка. Ура! О, я вообще-то очень голодный. О, вы что, ничего не ели? Сегодня нет. О, нет. Она пуста. Она не пустая. Это ведь волшебная корзинка. Корзинка нам, пожалуйста, вкусный завтрак на всех. Ура! Я что-то придумал. Корзинка, нам, пожалуйста, 20 порций глазуньи, побольше тостов, 9 банок варенья, 40 сосисок и 90 оладушек. Ура! Какой прекрасный завтрак. Спасибо, мистер Гном. В чем-в чем, а в завтраках гномы точно разбираются. Ммм, ням-ням. О-хо, о, чуть не забыл о сбалансированной диете. Нельзя мне все это есть, если на столе нет апельсина. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-